Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. С какими итогами завершает год Кабинет Министров Республики? Как проходит процесс оздоровления завода «Промтрактор»? Что повлияло на снижение строительных объемов? Об этом пойдет речь в очередном выпуске программы «Правительственная связь». Гость студии – премьер-министр «Чуваши». По меркам нашего канала «Правительственная связь» программа «Долгожитель». На вопросы авторов проекта руководители органов власти отвечают каждый месяц на протяжении пяти лет. Итоги работы Кабмина за год по традиции подводит в эфире Иван Маторин. Если касаться бюджета Чувашской республики, консолидированного бюджета республики, те назначения, которые принимались при принятии бюджета, они в полном объеме будут выполнены. Сегодня по 11 месяцам у нас сложились следующие цифры. Это порядка 46,2 миллиардов рублей поступило в консолидированный бюджет Чувашской республики с ростом 106,5% к 2016 году. Если посмотреть по поступлению в республиканский бюджет, 39 миллиардов, почти 40 миллиардов с ростом 107,3%. Многие прогнозы регионального правительства оправдались. Промышленная сфера продолжает уверенный подъем, а вот объемы водожилья в республике уменьшаются. Главная причина – снижение спроса на квартиры. Но все может измениться в следующем году, считает Иван Маторин. Что касается строительного подряда, мы понимаем, что это связано с реализацией инвестиционных проектов и опять же с кредитованием экономики. Здесь есть определенные сложности и, соответственно, отставание от цифр 2016 года. Опять же, связывая, что в 2018 году те упущения, которые были в этих отраслях, мы нагоним. Инфраструктурные проекты Канаша продолжат финансировать фонд развития моногородов. Это недавняя победа Кабмина. Муниципалитет выпал из списка в октябре. Со своими обязательствами не справился один из инвесторов. Иван Маторин говорит, что правительству региона было необходимо внести корректировки в программу. Стратегический документ согласован. Накануне подписали дополнительное соглашение. До конца года планируется поступление дополнительных средств на финансирование наших проектов. Но я хочу здесь сказать, чтобы проекты не останавливались, независимо от того, будут они финансироваться фондом или не будут. У нас есть действующие контракты, заключенные в соответствии с 44 ФЗ. Весь год республика следила за судьбой концерна «Тракторные заводы». Предприятия вошли в состав корпорации «Ростех». Передача акций полностью завершена. Новые собственники, отмечает председатель Кабмина, не намерены отказываться от выпуска бульдозеров. Все предприятия пройдут процедуру банкротства. Я бы даже не банкротство назвал, наверное, оздоровление через процедуру банкротства. Это никоим образом не должно отразиться на активах предприятий. То есть они все здесь остаются и не предполагается продажа по отдельности. То есть это будет реализовываться как целый промышленный комплекс. В 2018-м в республике должны открыться и новые предприятия. О своих планах инвесторы уже заявили. В целом, отмечает Иван Моторин, Чувашия завершает год успешно. В активе правительства реализация майских указов. Свои обязательства власти региона выполняют. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Игорь Зверев. Республика. Сегодня в республике стали известны имена лучших государственных служащих. Их выбирали на протяжении месяца в рамках ежегодного конкурса. Награды победителям вручили в Доме правительства. Лучших госслужащих в Чувашии выбирают на протяжении семи лет. Конкурс, отмечает руководитель администрации главы республики, помогает выявлять сильнейших. За все время, что проводятся испытания, более 20 участников поднялись по карьерной лестнице. Чтобы одержать победу в конкурсе лучший гражданский служащий, было необходимо защитить проект. На суд экспертов поступило немало интересных работ. К примеру, главный специалист-эксперт Министерства информационной политики разработала система мониторинга работы сайтов газет. На сегодняшний день мы, благодаря данному сервису, можем сэкономить время, чтобы решить более важные задачи, возложенные на Министерство информационной политики Чувашской республики. Мы очень надеемся, что наш проект пригодится другим министерствам и ведомствам. Мы готовы помочь его внедрить, и тогда любые органы власти смогут установить данную систему в подведомственных учреждениях и следить за эффективностью работы их сайтов. В Доме правительства наградили и лучших муниципальных служащих. Эксперты отмечают, что проекты победителей конкурса отраслевые министерства должны взять на заметку. Такие конкурсы нужны, потому что это профессиональный уровень, проверяем, пообщаемся с коллегами, и как-то готовишься, документы изучаешь, законы изучаешь. Около двух тысяч звонков ежедневно поступают на телефон 112 в Чувашии. Вот уже больше месяца ЕДДС охватывает всю республику. Все звонки из любой точки республики по телефону 112 попадают в диспетчерский центр на Калинино в Чебоксарах. Главная задача диспетчера – принять звонок, определить местоположение того, кому нужна помощь, и за считанные секунды переадресовать информацию в экстренные службы. Когда требуется скорая помощь, они кричат быстро-быстро, окажите нам помощь, вызовите скорую помощь, и бросают руку, и такое бывает. Поэтому приходится перезванивать. Люди же переживают, когда в таких экстренных ситуациях. И приходится перезванивать, и у них спрашивать, куда направлять скорую помощь, с кем плохо случилось. Скорая помощь у нас сейчас требует, чтобы мы оформили полностью фамилию, имя, число, месяц, год рождения, чтобы они быстро могли отреагировать на заявку. Максимальное количество принятых звонков службой 112 за день в Чувашии – 2200. Из этих 2000 звонков, около 1000 – это звонки, которые не связаны с вызовом экстренных оперативных служб, либо это ложные, которые ошиблись номерами. Из этих вызовов всего лишь 300 – это вызовы именно непосредственно в экстренные службы – 01, 02, 03, 04. Принимая звонок один раз нашим операторам, мы можем направить сразу 6 экстренных служб на одно и то же происшествие. Главное преимущество этой службы – в быстром и комплексном реагировании. Поэтому спасатели просят воздержаться от звонков просто из любопытства. Из-за них помощь к тем, кто действительно в ней нуждается, может прийти с опозданием. Сейчас работа службы 112 налажена по всей России. 11 субъектов Российской Федерации уже находятся в промышленной эксплуатации этой системы. 32 субъекта прошли государственное испытание по сдаче своих объектов. И со вчерашнего дня, и мы с вами, Чувашская Республика, тоже проводим государственное испытание. Вчера, сегодня, завтра. И мы должны в среду отправить пакет документов Минкомсвязи Российской Федерации и МЧС России. Напомню, создание системы вызова экстренных служб по номеру 112 началось еще в 2013 году в рамках федеральной целевой программы. Только Чувашии в 2016 году из федерального бюджета было выделено около 20 миллионов рублей. В текущем году освоены еще 50 миллионов из республиканского бюджета и 5 миллионов из внебюджетных источников. На 2018 год в республике планируют начать принимать звонки на иностранных языках. Многие рыбаки уже открыли зимний сезон ловли. Этот же сезон открыли и спасатели. Они регулярно проводят рейды по клевым местам и устраивают профилактические беседы. В одну из поездок побывала и наша съемочная группа. Когда течение подбрасываешь и по новой. И вот целый день. И для руки хорошо, и для здоровья. Валерий – рыбак с 50-летним стажем. Ну а как иначе, если фамилия почти рыбья – Мальков. Если мы не будем рыбачить, мы со скойки помрем. Что делать? Комдивом работать, командиром дивана. Здесь хоть природа дышишь, воздухом дышишь. Прекрасно. Ну зачем вот погода? Как говорят, день рыбалки в жизни засчитывается. Но все происходит ровно наоборот, если не соблюдать технику безопасности. Провалиться под лед или упыть на льдине – таких случаев на памяти спасателей сотни. Они стараются предупредить беду каждый день. В этом году у них появилось новое средство передвижения – аэросани. Рыбаков по обеим сторонам Волги, как говорится, пруд-пруди. Специалисты ГКЧС и МЧС беседуют с каждым. Напоминают о правилах поведения, раздают тематические листовки и проверяют толщину льда. 12 лед прочный, 12 только лед толщина льда, понимаете? Остальное все только вот, каша, что у нас? Тем не менее, эта толщина считается безопасной. Все, что меньше 10 сантиметров, уже опасно. Есть и другие критерии, о которых рыбаки тоже знают. Близко нельзя находиться друг от друга. Метров 5-6 надо друг от друга находиться. Вот веревку надо иметь обязательно, вы же. Посадка веревка написана 20-метровая специальная. А еще лень и веревку с острыми металлическими наконечниками. Ее называют лапки-царапки. Но не все любители подледного лова подходят к рыбалке ответственно. Спасатели заметили около 20 человек, которые сидели почти у кромки льда. Выходят даже на лед толстиной до 5 сантиметров. В данный момент, как мы видим на левом берегу, то же самое. Люди выходят, проводим профилактическую разъединительную работу с населением. Безопасность людей на водных объектах, именно жизнь, она одна. Сезон зимней рыбалки только начался, но двое рыбаков уже успели провалиться под лед. К счастью, у этих историй счастливый конец. Спасатели подоспели вовремя. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Несанкционированным бой, официальным порядок. Около 15 тысяч нелегальных свалок ликвидировано в регионах России в год экологии. Многие свалки обнаружили и устранили с помощью волонтеров и общественных инспекторов. В Чувашии действует экоконтроль. Общественный экоконтроль знает дорогу ко всем свалкам Чувашии. Полигон Цивильского района требует постоянного внимания. Здесь общественники в третий раз. Сегодня вместе с Росприроднадзором и ГИБДД проверяют водителей мусоровозов. Батарейки, может лампы какие-нибудь ртутные, масла есть? Хотя бы одна батарейка-то есть, наверное. Какая? Ртутные. А у нас мы сами собираем лампы. Документы водителей в порядке, но к этой свалке и так претензий предостаточно. Весового контроля на въезде нет. Радиационный контроль отсутствует, а зеленый забор внезапно обрывается. И содержимое свалки отправляется в свободное путешествие по соседним полям. Кусты и деревья украшены цветными пакетами. Видимо, к Новому году. Но по части Росприроднадзора здесь все чисто. Основные требования – это наличие лицензии, обученные. И чтобы объект, в котором размещаются отходы, был поставлен на государственный реестр объектов размещения отходов. Что как раз и в данном случае все имеется. Бить тревогу, собирать доказательства и документы еще в 2016 году начали инспекторы экоконтроля. Тогда же на свалке фиксировали сжигание отходов. Запросы делали в Росприроднадзор, и в Министерство природных ресурсов, и в администрацию Цивильского района. Ну, по нарушениям. Нарушения, то есть, были зафиксированы, отмечены. И по некоторым из них составлены протоколы об административном полонарушениях в данном отношении. Предписание есть, заметных подвижек нет. Пояснить ситуацию вызывается Андриан Николаев, начальник службы санкционированной свалки. Так он представился. Там нет ли это испарения? Это испарение, а не дым, да? Нет, это испарение только. Нет, нет, испарение только это. Испаряется просто. Что испаряется? Мусор испаряется. Из-за этого нет, нет дым. Испарение только идет. Вот так мусор испаряется, мусоровозы сюда ездят. Только газы по 7,5 кубов, а нет ли каких отходов повышенного класса опасности, решают визуальным осмотром. Насчет забора дела идут более обнадеживающе. На следующей неделе уже, наверное, где-то. Эту неделю хотим, уже приехали, поставили, все уже будем поставить. На днях, на днях все сделаем. Значит, есть повод заглянуть сюда еще раз. Отступать общественники не собираются. Год экологии почти завершился, а их борьба за чистую природу продолжается. К ней может присоединиться каждый, кто стал свидетелем нелегального скопления мусора. Место добавят на интерактивную карту свалок Чувашии и проверят во время очередного рейда. Ирина Волкова, Расиль Мухаметов, Республика. Юные, талантливые, красивые 16 участников проекта «Фотомодель по-детски» боролись за победу. Кому шел главный приз проекта, расскажет Юлия Важенина. Ровно 105 дней, а это 3,5 месяца, эти дети посещали мастер-классы, учились ходить по подиуму, пробовали себя на различных фотосессиях. Этот проект дает много-много всего деткам классного, познавательного, интересного. Это уроки подиума, фотопозирования, актерского мастерства. Они не боятся сцены. И если сравнивать фотографии, как они пришли на кастинг, как они сейчас, они очень сильно выросли. Они, в принципе, ничего не боятся. Пижамное рождественское утро, сказочные образы Каи Герды и просто сильные луки. Основная задача каждой фотосессии – быть разным. Пожалуй, самой сложной для участников стала эмоциональная съемка. Изобразить злость, слезы и огорчение не так-то просто. Самое сложное было это, когда мы были с эмоциями. Надо было либо плакать, либо злиться. Не в обычном стиле улыбаться. Здесь очень много чему учат. После этого фоткаться намного легче. Мне больше всего понравился подиум. Там нас учили правильно ходить, но также нравились фотосессии. Ходить по подиуму – любимое занятие и у Ильи Фирсова. Двигаться как модель у него уже вошло в привычку. Меня куда-то позвали, я иду всегда как модель. Мальчиков модели очень мало, поэтому очень большой шанс стать известной моделью. Сейчас в проекте очень классно. Очень грустно будет его, конечно, покинуть. И главное – выиграть. После горячих обсуждений жюри все-таки выбрали победителей. Итак, лицом первой оптической компании стал Данил Игнатьев. Настя Свеклова – теперь лицо бренда «Айм Хэппи». У магазина одежды «Йо-майо» тоже появилось новое лицо. Им стала Дарья Ермошина. Серебро проекта поделили между собой Илья Фирсов и Арсений Яковлев. Именно они появятся на новой обложке журнала «Дет Китс». Ну и победителем проекта «Фотомодель по детски 4» стала Арина Авксентьева. Юная модель получила приз 30 тысяч рублей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Эти слова и сказки знакомы не одному поколению детей и взрослых. Волшебная, добрая, загадочная постановка «Морозка» была и остается интересной для зрителей. Тюс и Минисейспеля в Чубаксарах представил премьерную постановку современной пьесы. «Теплый-притеплый самовар!» «Правильно! Самовар! Ай да умница! Ай да красная! За то, что не испугалась ты меня, вот тебе от меня от «Морозка» награда!» Знакомый сюжет, версия новая. Таинственный, добродушный, игривый «Морозка» наблюдает за людьми. В итоге становится символом справедливости, воздав всем по их заслугам. Главная героиня Настенька, как всегда, красивая, милая и трудолюбивая. Находит долгожданное счастье. Режиссер Василий Пектеев за основу взял пьесу драматурга Николая Калиды. В современном «Морозка» стало больше шуток, юмора, веселья. Постановка завораживает яркими и разнообразными костюмами. Настоящая сказка, настоящее волшебство. Костюмы у нас красивые, сказки у нас хорошие. Приходите, мы вас ждем. Мы очень рады. С наступающим Новым годом всех поздравляем. Постановку в современной обработке удалось показать зрителям благодаря федеральной программе «Театры детям». На выделенные деньги было закуплено профессиональное световое оборудование и не только. Мы смогли получить огромную сумму. Для нас 3 миллиона 333 тысяч. Это огромная сумма. Мы за эти деньги обновили, купили для малого зала световое оборудование, звуковое оборудование. Естественно, мы поставили сказку Николая Калиды «Морозка». За счет этого гранта мы даже пригласили художника из Москвы Александра Белова. Она у нас из Москвы. Кто еще не успел посмотреть «Морозка» в Чебоксарах, в Театре юного зрителя можно будет окунуться в зимнюю сказку в течение зимних каникул. Сказки «Морозка» мне понравилась Настя, потому что она добрая. На санях и в теплой шубке мчится в гости Дед Мороз. От мороза у дедули покраснели щечки, нос. Весело его мы встретим, скажем, елочка Гарри. Ждут нас хоровод, подарки, смех, веселье от души. После счастливого финала праздник для детей в Тюзине заканчивается. В фойе театра ребят встречают любимые герои из Морозки, персонажи мультфильмов «Дед Мороз со Снегурочкой». Татьяна Трофимова, Анастасия Алангина, Игорь Зверев, «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.